Всем привет, коллеги! Последней ночью 11 мая прошла пресс-конференция Bless Online в Сан-Франциско, Калифорния. Было очень много различных новостей, не все из них были хорошие, но, собственно, их мы с вами сейчас и обсудим. Я думаю, что видео может затянуться, поэтому внизу под видео будут тайм-коды всех разделов, и вы можете выбрать то, что интересно именно вам. Давайте начнем с той информации, которую все мы ждали, это дата релиза, цена, сервера, такие вопросы. Игра выйдет 30 мая для тех, кто купит только саму игру. Для обладателей же раннего доступа она будет доступна 28 мая. Стоимость самой игры составляет 30 долларов. Ну, я тут округляю, 29 долларов 99 центов. Стоимость самого дешевого пакета основателей 40 долларов, самого дорогого 200 долларов, а посерединке пакет основателя за 70 долларов. То есть три пакета основателей. Изначально будут доступны два сервера, причем не то, что два региона серверов, а реально разработчики подтвердили, что будут изначально два сервера. Один в Северной Америке, в Вирджинии, в штате Вирджиния, а второй в Европе, во Франкфурте. Значит, участники европейской команды BLESS заверяют о том, что эти сервера супер вместительные, проблем никаких с ними не будет. Но при этом сказали, что, возможно, они могут открыть и большее количество серверов. Так что тут еще на самом деле ничего не понятно. Приобрести набор раннего доступа и игру вы сможете только 28 числа, то есть именно в день запуска. То есть будет это выглядеть как-то так. Сначала вы стараетесь быстрее всех купить игру, потом вы стараетесь сделать так, чтобы вас как-то не подвел интернет. Надеетесь на то, что вы скачаете быстрее всех и что вы зайдете раньше других. То есть предзагрузки клиента не будет, предварительные покупки наборов раннего доступа или игры тоже не будет. На старте будут доступны 5 классов. Не будет Сена, не будет Мистика, не будет Варлока, не надейтесь. А также будут как раз доступны маску, если вы вдруг переживали, что их не будет. По поводу арен, значит, по поводу контента, разработчики подтвердили, что арены будут идти по времени с 5 часов вечера до 12 ночи. Как это все будет в итоге, я себе не представляю, потому что, ну, можете себе представить, да, сервер один во Франкфурте, сколько часовых поясов это затронет. У нас вон есть наверняка всякие дальневосточники, я сама из Сибири, по моему времени это будет вообще абсолютно жестко и очень неудобно. Ну, а в общем, имеем то, что имеем. Теперь давайте поговорим о новой системе боевки, которую, ну, более-менее подробно смогли показать те стримеры, которые более-менее шарили в игре. Вы, наверное, видели со стрима, был рестрим Терри, как он ругался, что реально большая часть людей, которые что-то показывала и стримила, они понятия не имеют вообще, не знают, что это за игра, они просто, просто их пригласили из-за количества подписчиков, и они там бегали, показывали, о, тут можно плавать, о, тут можно прыгать, там. Только несколько людей додумались показать, там, дерево скиллов, как это все работает, в общем, то есть реальные единицы. Ну, в общем, что мы имеем по скиллам? У вас есть три вида скиллов. У вас есть так называемые stance skills, можно их назвать комбо-скиллы, non-stance skills, то есть, собственно, не комбо-скиллы, свободные скиллы, и вкладка parameter. Parameter – это, по сути, ваши пассивки. Давайте более подробно разберем каждую вкладку, посмотрим, что там есть. Первая вкладка – комбо-скиллы. Здесь, как нам и обещали, вы можете выбрать две различные стойки из шести. Изначально вам доступно четыре, две другие каким-то образом открываются. Что такое SP-левел? Ну, по опыту Японии я могу предположить, что это как skill point level, то есть, помните, на Японии вам присылали баночки за ваш ранг, то есть, вам, возможно, будут какие-то другие баночки присылать, или, может быть, это именно, знаете, именно PvP-ранг. То есть, суть в том, что эти стойки и некоторые пассивки вы сможете открывать только при наличии определенного SP-левела. У паладина, а я буду говорить во всем на материале Пала, потому что я буду им играть, есть две support стойки и две DD стойки. Вы можете выбрать, собственно, любые две стойки. То есть, вы можете выбрать две support стойки и в бою прямо между ними свапаться, и вы можете выбрать две DD стойки. Можете между ними свапаться, или одну DD, одну support стойку, как уже вам нравится. Выбрав определенную стойку, вы автоматически выбираете скиллы, которые привязаны к этой стойке. Это же не просто скиллы, а именно последовательность скиллов. То есть, если вы выбрали стойку жертвы, самопожертвование за паладина, то у вас одним из первых скиллов в цепочке будет, собственно, скилл жертва. И после него идут две одиночные хилки. Как-то поменять, передвинуть скиллы в стойках, изменить их последовательность вы не можете. Но зато вы можете прокачивать эти скиллы. Каждый скилл, который у вас есть в стойке, и саму стойку вы можете прокачивать по одному из двух направлений. Вам предлагают потратить скиллпоинты либо на прокачку, например, урона от скилла, или на прокачку уменьшения отката скилла, или на прокачку монозатратности скилла, в зависимости, собственно, от самого скилла. Для того, чтобы улучшать комбо скиллы, вам нужны синие гемы. В нижнем правом углу панельки скиллов вы видите, что есть три вида гемов. Для того, чтобы улучшать эти скиллы, вам нужны синие гемы. Идем дальше. Вот вы выбрали себе две стойки из четырех доступных. Вы можете в бою свапаться между ними. Если хотите, вне боя вы можете поменять себе стойки, другие две выбрать, например. Все, с комбо-стойками мы закончили. Вот вы знаете, у вас есть цепочки скиллов. Вы выбираете то, что нравится вам. Ну, или если вы берсерк, вы выбираете то, что вам не нравится. Далее. У нас есть не комбо-скиллы. Не комбо-скиллы – это восемь скиллов, из которых вы можете вынести на панель четыре. Вот, например, у паладинов вы можете видеть, что таких скиллов тоже, собственно, восемь. И из этих восьми скиллов вы можете выбрать четыре, которые нужны вам. Ну, например, обязательно надо бы поставить шифт, наверное, там что, гнев богов, может быть, превосходство, может быть, чистку, может быть, рез. Все в зависимости от ситуации. Каждый из этих восьми скиллов вы тоже можете прокачивать по одному из трех доступных направлений. Опять, вероятно, какая-то ветка увеличит вам, скажем, порежет откаты, другая увеличит дамаг, третья, может быть, снизит потребление МП или увеличит шанс прохождения дебафа. То есть вы сами выбираете, в каком направлении вы качаетесь. Чтобы прокачивать скиллы вне стойки, non-combo skills, да, вам нужно, там, non-stand skills, вам нужно потратить розовые очки, то есть розовые гемы. И последняя вкладка – это parameter skills. По сути, это пассивки, но это такие пассивки, которые, в отличие от старых версий игры, никак не влияют на сами скиллы. То есть они их не модифицируют, они добавляют именно статы, они добавляют вам там силу, мудрость, там, магдев, интеллект, такие вещи. Причем не все эти пассивки боевые. Некоторые пассивки влияют на утомляемость питомца, некоторые пассивки влияют на получение опыта дополнительного в гильдию, на прокачку гильдии. Другие скиллы влияют, скажем, на опыт с мобов или на дроп голды с мобов. Вы можете видеть, что здесь, опять-таки, четыре таких деревца, да, четыре ветки. Ну, здесь вам выбирать не нужно, вы можете качать все эти деревья. И прокачка так называемых, ну, parameter skills, пассивок идет за последние гемы с зеленого цвета. Собственно, вопрос, где вам эти гемы брать, как они достаются. По словам разработчиков, за квесты и с мобов есть шанс, что вы получите такой более общий кристалл. Собственно, этот кристалл вы можете трансформировать рандомно, как вам повезет, в один из кристаллов, необходимых на прокачку ваших скиллов. То есть, грубо говоря, вы берете один выпавший вам гем, общий такой, прозрачненько-голубенький, уплачиваете небольшую сумму голды. Можете делать это 30 раз в день. И у вас этот гем рандомно перекрафчивается в те гемы, которые вам нужны для прокачки ваших скиллов. То есть, в те кристаллы, либо синие, либо розовые, либо зеленые. Такая вот штука со скиллами. Теперь, что касается внутриигрового магазина. Собственно, магазин за люмины нам не показали на пресс-конференции, но нам показали магазин за очки подземелья и за очки зелененькие боевые, за очки ПВП. Скрины этих магазинов, которые были представлены на конференции, можете видеть у вас на экране. Ну, вообще, как бы ничего особого там нет. Да, можете видеть, что за зеленые очки у вас есть точки, есть некоторые материалы на крафт. Вот, за синие очки у вас есть тоже материалы на крафт. Вот это пыль, которая везде нужна. То есть, по сути, они чуть-чуть расширили ассортимент и перенесли это в отдельную менюшку. В то время, как раньше это было у вендоров в столице. В общем-то, все остальные вопросы для меня разрешены. Последний момент, которым хотела бы поделиться, своими впечатлениями о самой пресс-конференции, о том, как она была проведена и что было показано. В общем, впечатления о самой конференции у меня, конечно, негативные. Она была проведена на таком, знаете, школьном или университетском уровне. А эта игра, как нас заверили на самой презентации, это ААА-проект. То есть, я рассчитывала хотя бы на что-то, знаете, вроде сцены, как там обычно айфоны презентуют, ну, что-то такое. Но этого мы не увидели. Подготовка явно была не на высшем уровне, потому что, ну, во-первых, стримеры сами достаточно плохо подготовились. Многие из них, как бы, очень мало чего знают об игре. Многие вообще в нее не играли, просто пришли поглазеть и, как бы, похайпить на том, что они теперь ух ты, они эмиссары. Вот, то есть, они, по сути, ничего хорошего по игре не показали, там, за редкими исключениями. Значит, во время конференции многие пользовались вайфаем, который там был на месте проведения этого ивента. Вот, вайфай был ужасный, стримы, там, отдельных людей постоянно прерывались, там, лагали. Во время самой презентации ведущая так говорит, ну, мы сейчас покажем вам новый концепт-трейлер игры, покажем, что было, вот, что изменилось, и бац, и видео не работает. Блин, это, знаете, это ошибка на уровне, блин, даже на защитах, там, дипломов или на конференциях студенческих такого почти не бывает. Вот, а тут вам ААА-проекты, вот такие вот моменты. Вы вот сейчас на экранах видите запись, эта запись, собственно, и была сделана одним из официальных стримеров-эмиссаров. И это одна из более-менее адекватных, которые были другие, там, там вообще жесть была, они постоянно прерывались, то есть, кошмар. Вот это один из минусов отсутствие какого-то официального представителя, официального стримера, там, или, ну, стрима от компании, потому что, вот, тот поток информации, который был, был абсолютно неорганизованный, ну, непрофессиональный. С стримером самим дали очень мало времени, чтобы сесть, разобраться в игре, то есть, им буквально дали 20 минут, потом их согнали на то, чтобы они пошли брать интервью у представителей не овесь, то есть, как бы, ну, за 20 минут что ты особо успеешь показать или сам посмотреть. Помимо этого, компьютеры к стримингу были неподготовлены, там не было ни эксплита, ни ОБС установлено, то есть, многие вообще стримеры, там, с сотовых телефонов, с каких-то там камер, которые у них были, снимали экраны, то есть, ну, это такой уровень подготовки очень-очень-очень печальный. И это мне особого оптимизма не внушает. Собственно, последнее, наверное, что хотелось бы обсудить, это моё отношение вообще ко всему, что было показано, вне зависимости от самой презентации, да, что было показано именно в боёвке, что было показано в игре. Я знаю, что уже затянуло, пора заканчивать. Ну, в общем, ребята изменили боёвку. Наверное, для тех, кто в эту игру не играл, это может быть и хорошо, но, как мне казалось, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но самая большая проблема Блесса была не в боёвке. Да, здорово, что они сделали анимации быстрее, это супер. Но, как бы, сейчас у тебя, по сути, меньше выбора, да, тебе впихивают вот эти вот стойки, которые ты обязан иметь, да, именно в такой последовательности ты должен юзать скиллы. Как бы, это мне не нравится. Я не считаю, что боевая система в Блесс была проблемой. Проблемой были эта оптимизация плохая, которую, вроде как, обещали пофиксить в новой версии, и отсутствие контента. Ну, здесь контент завезли, но в такой очень извращённой форме. Контент не в плане новых подземелий, там, кучу новых арен, да, а вам завезли контент в плане того, что вам теперь нужно больше задротить, кучу всяких разных очков получать, прокачивать все скиллы, которые у вас будут. То есть вам нужно будет больше тратить времени для того, чтобы оставаться, ну, в хорошей игровой форме, да, и если это считать контентом, то это какая-то, знаете, извращённая форма, да, этого контента. Да, может быть, и неплохо, да, что вот кто-то будет прокачивать скилл А, там, на дамага кто-то будет прокачивать скилл А на снижение отката, у кого-то будут, там, такие руны, у кого-то будут всякие руны. Ну, то есть заточкой шмота с тем, что у вас в шмоте фиксированы руны, заточкой ваших скиллов, с открытием каких-то новых стоек, в общем, всё это, как бы, ну, условно, наверное, можно назвать контентом, но это, наверное, не то, чего люди ждали. По паладину у меня особых претензий нет, как бы, ну, не то, чтобы там что-то уж очень чрезвычайно сильно изменится, да, хилите жертвы, хилите себя, хилите жертвы, хилите себя. Но у других классов, например, у берсерка, боёвка существенное изменение претерпела, и вы теперь, короче, будете, ну, вообще по-другому играть берсерком, просто потому что вас вынуждают это делать, и это не самый эффективный способ играть берсерком. То есть, мне кажется, многие люди от берсерков откажутся, и берсерк как класс, он, как бы, просядет по дамагу и по шустрости с этими его зарядками дебильными, которые в каждом комбо есть. Непонятно, что будет с реквиемом берсов, и, там, вот эти комбо-реквием-феерия, да, если реквием у берсов убрали, это, как бы, очень грустно, да. Про танков я тоже слышала не самые лучшие отзывы, что многим людям, как бы, не нравится, как танк выглядит. Я ничего сказать не могу, я особо небольшой эксперт по танкам. У магов все вроде бы неплохо, по лукам тоже ничего сказать не могу. Ну, мне кажется, что вот эта система, да, новая боевка проблемная и абсолютно ненужная была. Можно было просто ускорить анимацию, и было все нормально. По поводу цены. Вообще, у меня больших претензий к самой цене нету. Да, я считаю, что, в принципе, 30 долларов, нормальная цена за игру, там, 40 долларов за дешевый пакет, тоже нормально. Тем более, что, как бы, ну, да, вот 200 долларов очень дорого, я считаю, но вас никто не заставляет его покупать. Тем более, что плюшки за него очень сомнительные, да. Платить 200 долларов за то, чтобы иметь там какую-то особую внешку. Ну, сомнительное удовольствие, как по мне. Тем более, везде у вас 2 дня раннего доступа, то есть за 2 дня раньше вы начинаете, что вы платите 200 баксов, что вы платите 40 баксов. То есть, как бы, разницы особой нет, и смысла тратить такие деньги на эту игру, ну, я не вижу, да. 40 баксов без проблем. 200 баксов, не, сорян, извините. Вообще, общее впечатление, которое у меня сложилось, это то, что игра еще очень-очень-очень сырая. Вы видели на стримах, да, как там текст слазил, как были непереведенные некоторые области. Удивительно, что до сих пор вам разработчики, представители команды вот этой англоязычной говорят, что, ну, вот, может быть, будет вот так, может быть, будет столько серверов, может быть, будет, там, другое количество серверов, там, может быть, в премиум будет вот это, да, а может быть, будет что-то другое. То есть, когда они говорят вот эту вот фразу, да, it's not set in stone, типа, это еще вилами по воде писано, там, все может измениться. Ну, в смысле, ребят, у вас до запуска, там, ну, две-три недели, что меняться уже может, ну, как бы, ну, визуально очень все, судя по тому, что было показано, сырое, да, то есть, ну, не готовы они еще к запуску, но запуск они вынуждены делать. В итоге, ребят, что я могу сказать? Рекомендую ли я вам покупать Блесс в текущем виде, который он есть? Ну, наверное, тратить там 70 баксов или 200 баксов на нее я, ну, не советовала. Я думаю, что это слишком дорого и того, в принципе, не стоит. Но если вы хотите просто посмотреть игру и ни за кем не гонитесь, то можете купить себе обычную версию игры за 30 долларов, там, порядка, наверное, 2000 рублей. Ну, в принципе, такое приобретение я не считаю, что, не считаю, что это плохо, да, можете попробовать. Если вы за кем-то гонитесь, то можете попробовать купить за 40 долларов. Я тоже не думаю, что это, ну, что-то чрезвычайно дорогое и, ну, в принципе, все B2P, B2P, B2P игры, которые выходят, примерно столько стоят. Ну, вот более дорогие паки я, наверное, бы не рекомендовала вам брать. Помимо этого, в игре еще будет премиум. Премиум – это отдельный разговор. Вы знаете, что на Японии премиум дает значительные плюшки, типа дополнительных заходов в подземелье, типа более высоких рейтов на опыт с мобов, то есть такие вещи. Соответственно, в этой игре, вероятно, тоже придется покупать премиум. Ну, это, конечно, жирновато, потому что игра все-таки и так B2P, но с типичным Блэсовским шопом неудивительно, что вам придется платить еще и за премиум, ну, если вы хотите играть с премиумом, потому что как-то игра должна существовать. Так, ну что, ребят, на этом я свое длиннющее видео заканчиваю. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем успехов, увидимся в Блэс. Блэс.